Всем привет! Скоро лето, летом в Одессе жарко, поэтому приходится ходить без верхней одежды, в которой обычно есть куча очень удобных карманов, куда можно рассылать всякие необходимые вещи, поэтому приходится покупать какие-то летние сумки. Вот я себе купил такую вот летнюю сумку производства фирмы Jack Wolfskin, хотя фирма немецкая, поэтому я знаю, что мой канал смотрят люди с великолепным знанием немецкого языка и при этом имеющие профессиональную подготовку повара. Они меня, наверное, поправят, потому что по-немецки вот этот Jack, наверное, правильно читать как як, хотя может тоже Jack, но в данном случае это не важно. Сейчас в вашем присутствии я открою, посмотрю, что эта сумка из себя представляет, потому что я ее заказывал в интернет-магазине и перед этим я ее сам не щупал, поэтому я вместе с вами буду ее впервые рассматривать. Вот такая вот тут фирма Jack Wolfskin называется. Сумка. 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 Вот такая вот у нее ремешок такой. Вот такая вот получается сумка, убирка, один карман. Вот, потом внутри один карман. И еще такая вот, такая вот штучка, петля такая. Эта петля, она удобная тем, что... Сейчас в эту камеру, чтобы подкрывалась. Удолжена тем, что где-то, например, в том же туалете не надо будет вешать вот так вот на вешалку за вот эту вот шлейку, а можно за петельку раз, повесил себе, и сумка нормально висит. Хотя в наших туалетах далеко не везде есть такая вот маленькая вешалка, куда нужно повесить. Значит, сумка нужна для чего? Для... А, во-первых, что я хотел сказать. Эта сумка изготовлена из материала, который получен путем переработки вот таких вот пластиковых бутылок. То есть, он вот так вот на ощупь практически как какой-то брезент клопчатобумажный, но на самом деле это пластмасса. И у пластмассы есть одно достоинство, что она более такая вот износоустойчивая. Хотя, наверное, может электролизоваться. Ну, посмотрим. Дальше надо проверить сумку. Кстати, она, видите, открывается вот так вот. Хорошо открывается. Здесь есть вот такой вот удобный карабин, на который можно вешать ключи. Причем, что интересно, что получается этот поводок достаточно длинный. То есть, можно достать из сумки ключи вот так вот, открыть замок и потом опять их в эту сумку спрятать. А потом, что сюда войдет? Сюда войдет... Вот я приготовил вот такой вот планшет в этом чехле. И планшет в чехле сюда великолепно помещается. Вот показываю. Планшет и планшет туда помещается. Ключи, планшет. Ну и еще кошелек и мобильный телефон. Они тут же сюда вот так вот помещаются. Можно так их положить. Можно тут есть еще карманы, например, мобильный. Можно положить в вот такой вот отдельный карман. Кошелек можно положить рядом. И тут еще есть, кроме этого кармана, такого вот плоского. Есть еще два. Сейчас я выводную сумку вот так, чтобы все было видно. Здесь есть вот такой один маленький карманчик. И карман побольше. И вот такой вот карман, который я положил в мобильный. Кошелек. Вот, получается, ключи. Кошелек. И сверху еще есть вот такой вот карманчик. Достаточно вместительный. В принципе, в него можно тоже, можно мобильный, кстати, положить не в лупе, а вот в этот карман. Застегнуть. Вот так вот. Вот это все застегнуть. Так, кошелек. Чуть-чуть не нужно положить. Вот. И теперь вот можно отрезать бирку. Красивую Jack Wolf Skin. Вот такую вот. Сейчас покажу еще раз. Ну, еще раз. Вот такая вот удобная петелька, за которую, если что, можно повесить в туалете. Вот такая вот шлейка. Так вот обливается. Такая вот классная, удобная сумка. Если вам понравился этот обзор, то ставьте лайки. Нажимайте на кнопку подписаться. Всем большое спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok